День на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий. И Алла Есина. Здравствуйте. Ну что ж, казалось бы, что все понятно и со стороны нам виднее. И вот они виноваты. Оказывается, нет. Все значительно сложнее, чем мы думаем. Одесская прокуратура, как и обещала, подала апелляцию по делу 2 мая. Но рассматривать его, скорее всего, будут в Николаеве. Почему? Попытаемся выяснить прямо сейчас. У нас в гостях журналист, член группы 2 мая Сергей Дебров. Сережа, приветствую в эфире. Здравствуйте. Ну, а почему Николаев? Сразу первый вопрос. Единственный. Я думаю, потому что это ближайший не Одесский апелляционный суд. Это ближайший не Одесский апелляционный суд. Хотели бы подальше отправить, отправили куда-нибудь в Закарпатье или там, не знаю, в Чернигов, куда-нибудь там подальше. Здесь нужно было отправить в другой суд. Нашли ближайший. Думаю, вполне логичное решение. Почему нужно было отправить именно в другой суд? Это абсолютно прогнозируемо было, потому что 4 года, практически 3,5, идет следствие. Принимаются решения, кто-то обжалует, апелляции подают на процессуальные решения, апелляции продают на меры пресечения. И каждый раз какие-то судьи Одесского суда это обжалуют. Сейчас все это в чехом берется и обжалуются. И получается, сами себя, свои решения они перепроверять не могут и не должны по закону. Так как судей не так много, как выяснилось в Одесском апелляционном суде, они не смогли создать коллегию, как положено по закону, для того, чтобы эту апелляцию рассмотреть. И Верховный суд решил, что значит другой суд. И спасибо, что Николаевский. Хорошо. Каковы вообще перспективы этой апелляции, учитывая, что практически все участники этого процесса говорили о неподготовленности прокуратуры. Я имею в виду суд, который проходил в Черноморске. Но, собственно, насколько я помню, претензий к судям Черноморского суда не было, потому что они приняли решение, исходя из тех материалов, которые предоставила прокуратура. Насколько я понимаю, не предоставила необходимых материалов. Ну, претензии были. В первую очередь претензии были со стороны прокуратуры к судям. Это понятно. Проигравшая сторона всегда имеет претензии к судям. Я имею в виду активистов, и активисты, на мое удивление, к судьям высказали минимум претензий. Потому что всегда во всех делах бывают ситуации, когда, или бывают целые дела, когда на самом деле все так 50 на 50. И вот здесь судья может и такое решение принять, это будет законно. И такое решение примет, это тоже будет законно. Это есть во всем мире. Это как в футболе, на усмотрение судей. Да, да. Это, скажем так, законное поле для маневра судей. И в цивилизованных странах в этом поле прекрасно себя все судьи чувствуют. Это их власть, собственно, это их полномочия. И этим не отличается от роботов, которые принимали решение. Ну, когда выход за эти пределы допустим, это называется беспределом судейским. Беспредел здесь был невозможен. Потому что, с одной стороны, следила прокуратура, с другой стороны, и международные инстанции, до ЕСПЧ включительно, они бы этот беспредел не допустили, в конце концов. Поэтому в данном случае я рад, что люди, которые три года следили за процессом, которые вполне могли бы судям предъявлять претензии, они ограничились минимумом. В данном случае, что судьи могли бы и побольше, и более тщательнее, и детально, а могли бы и нет, собственно. Претензии идут к следствию и прокуратуре, которая руководила следствием, которая поддерживала обвинения, которая должна была доказать, принести неоспоримые факты, и которой это не получилось. Сейчас, возможно, в Николаеве прокуратура попытается попросить суд либо к апелляционную станцию, либо вернуть какой-нибудь еще от суд на новое рассмотрение. Все-таки чуть-чуть тщательнее посмотреть, может быть, передопросить каких-то свидетелей, может быть, задать им еще какие-то вопросы, которые не успел задать прокурор на допросе в суде. То есть есть уже мелкие нюансы, которые теоретически могут как-то повлиять. Скажем, одному-двум людям может быть изменится приговор, может быть, но кардинально, я думаю, изменений тут не будет. Для меня было удивительно, когда не так давно общались с главным редактором Думской НЕТ Олегом Константиновым, которого, собственно, ранили в процессе этих событий. Он был дважды на допросе, один раз в самом начале, и один раз у него уточнили его личные данные. Собственно, больше он никому не должен. И он сейчас является инициатором собственных своих допросов. И, насколько я знаю, Сереж, у тебя тоже было очень много видеоматериалов, которые были изъяты, не были? Которые я официально передавал несколько раз. Которые не были переданы на ознакомление подсудимых, и, соответственно, не могли быть переданы в суд как качество доказательств. Константинов пошел первый раз на допрос после того, как я во время очередной пресс-конференции задал прямой вопрос руководителю следственной группы. Вы же до сих пор за три месяца не опросили даже всех потерпевших. Он говорит, да нет, мы всех опросили. Как? Вот же есть Константинов. Он не просто потерпевший. Человек получивший ранение. Он был ранен. Раз. У него был с собой фотоаппарат. Два. Он знает в лицо весь одесский политикум. Он не может сказать, что какой-то мужик махал руками на там. Он может сказать, Иваномов стоял здесь, Петров здесь, Сидоров, это ценнейший свидетель. Точно сказал. Да, как же мы могли забыть, сказал руководитель следственной группы, вызвали на допрос, задали 20 вопросов ни о чем. И, как выяснилось, такие же допросы ни о чем были проведены в отношении всех подсудимых, в отношении всех свидетелей, в отношении всех потерпевших, вообще всех. Естественно, ни о чем допросы вышли в ни о чем судебный процесс, который длился так долго. Ну, для чего это делает прокуратура, я понять не могу. Не заинтересован. Как нам сказали следователи, это называется процессуальное руководство. То есть кто-то, это дело особой важности, его вело МВД, следственное управление. Перекидывали из Киева в Одессу, из Одессы в Киев, потом обратно. Тогда на первом этапе в суде лежат те материалы, которые расследовали следователи главного следственного управления МВД. Следователи по особо важным государственным делам, которые там суперследователи, руководила ими генпрокуратура. Генпрокуратура прислала письмо со словами, в порядке, прислали руководство, предлагаем опросный лист для допроса. Выход за этот допросный лист, это нарушение, собственно, субординации и преступлений, по сути. Поэтому следователь развел руками, подал плечами, и на этом допрос ценнейшего свидетеля Константинову был закончен. Мы из его фотоаппарата вытрясли столько интересных материалов, раскопали столько, чтобы рассказывать и рассказывать. Есть ли что-то, о чем ты можешь рассказать прямо сейчас? В принципе, мы рассказывали, мы узнали, на какой машине исчез автомат, из которого стреляли, в какое время. Мы узнали, кто владелец этой машины, кто был за рулем. Благодаря тем фотографиям, сопоставив с другими данными, мы знаем, когда, в какое время, и догадываемся даже, где сейчас находится этот автомат. Скорее всего, в Донецке. Знаем фамилию ли человека, который, скорее всего, на какой машине его вывез. Это достаточно было просто внимательнее посмотреть то, с чем Константинов пришел на допрос. Он пришел на допрос с этим самым фотоаппаратом, он никого не интересовал, потому что профессиональное руководство не считало необходимым это делать. В 2014 году. Вопрос возникает, что тогда расследуют эти люди, что их интересует? Что в этом допросном листе? Первый вопрос, сколько раз вы были на Куликовом поле? Константинов говорит, я ни разу не был. В жизни? Да, в лагере не был. Кто вас приглашал в лагерь на Куликовом поле? Сколько вы платили? Кого вы видели? Кого вы звали? Это вопросы главному реализации? Редактору Думского. Да, да. Сколько ему платили и кого вы приглашали? Крупнейшее городское здание за то, что он считает в Палачном городке. Естественно, он на это ничего не ответил. Вопрос номер 21, по-моему, был, что вам известно о роли Труханова в событиях 4 мая. Все, замысл. Все. На этом допрос был закончен. И когда следователь сказал, спасибо большое, допрос закончил, сказал, а поговорить как-то в анекдоте? Не можем, ответил следователь. Это вот все. То есть, получается, что кому-то в Генеральной прокуратуре невыгодно, чтобы нашли виновных в трагедии? Я не думаю. Уже откровенный саботаж. Трудно сказать. Все равно было понятно, что правда выскочит. Ну, людям, которые более-менее нейтрально относятся, понятно, что просто так на тормозах спустить это было невозможно. С таким допросом что-то выяснить. Предполагаю, что думали, что пройдет, как всегда пройдет. У нас огромное количество уголовных дел примерно такого уровня. И судьи зачастую смотрят спустя рукава. Многие. Есть такие, которые не прощают такое следствие, которые говорят, извините, но я по беспределу сажать не буду. Извините, что я без доказательств сажать не буду. Есть такие. Но есть такие, особенно если им позвонят сверху и скажут, ну, ты же понимаешь, надо. Вот. Возможно, это была надежда, чтобы позвонить сверху. На секундочку, перейдем, что у нас на телефонной линии Татьяна Герасимова, гражданский активист. Член группы 2 мая. Да. Татьяна, добрый день. Добрый. Татьяна, мы обсуждаем сегодня перенос, точнее, переезд всего дела, в общем-то, в суд Николаевской области. И вот по вашему мнению... Ну, только в части греческой площади. Ну, практически всего дела. Если его так разбрасывают, то приведет ли это к, не знаю, к быстрому разрешению или наоборот, это только затянет принятие решения? Татьяна, говорим о том, что апелляцию по делу 2 мая будут рассматривать в Николаевском суде. Как считаете, насколько действительно это ускорит процесс и будет ли рассмотрение объективным и всесторонним? Будут рассматривать жалобы прокуратуры на оправдательные приговоры Вечерского суда. Это просто объективно, потому что в апелляционном суде Одесской области уже нет возможности сформировать коллегию. Поэтому Высший специализированный суд принял такое решение переправить рассмотрение жалобы в Николаевскую область, в Николаевский апелляционный суд. Ничего в этом такого супер-сенсационного нет, потому что по делу 2 мая много всяческих решений рассматривалось именно в Николаевском апелляционном суде. Затянет ли это дело, так дело уже рассмотрено. Там нечего затягивать по большому счету. Но жалобы прокуратуры рассмотрят. Если суд Николаевский подсчет нужным отправить дело на новый пересмотр, ну тогда да, тогда, конечно, это, на мой взгляд, очень хорошая ситуация. Татьяна, у нас в студии Сергей Дибров, у него есть реплика, я так понимаю, да, Сергей? Да, здравствуйте, Татьяна, рада вас слышать. Я думаю, что самая большая затяжка, которая может быть, это действительно, если апелляция вернет дело на новое рассмотрение, тогда его придется проводить уже ни в одном одесском суде не получится, в Ильичевском уже не получится. И в Николаевском не получится. В Ильичевском, может быть, другая коллегия будет, придется все равно передавать какое-то суд на территории Одесской области за пределами города Одессы. Опять начнется эта тягомотина с поездками, это будет хорошая такая серьезная затяжка, как положено. А как вы считаете, насколько возможно такое развитие событий? Ну, я думаю, Татьяна со мной согласится. Это, мне кажется, наиболее вероятный ход, потому что вряд ли апелляция Николаевской области захочет ставить окончательную тучу. Кто пишет этот сценарий? Набор, скажем так, набор условий, в которых живут судьи. Эти судьи сейчас поставлены перед необходимостью принять решение окончательно бесповоротное, вряд ли они захотят это сделать. Им проще сделать по-другому вот это, собственно, и то, что руководит процессом. Возможно, Татьяна со мной не согласится. Татьяна, ваша позиция? Мне кажется, что суд поставит эти точку в этом библии, не будет дело отправлено на новое рассмотрение, потому что все прекрасно понимают, что рассматривать по большому счету ничего. Ну, нету доказательств, нету дела, нету нормального обвинительного акта. Два с половиной года Малиновский молял дурочку по большому счету. Татьяна, если дело настолько бесперспективное, для чего эта апелляция от Одессы? Замыливание очей, кто скажет? Да нет, ну это честь мандира. Что же тут непонятного? Люди два с половиной, сколько там длилось расследование, несколько месяцев, потом этот судебный процесс, получали зарплату. Там, не знаю, кто-то получил повышение по службе, кто-то даже, наверное, квартиры получал. А тот раз и оказалось, что дела-то никакого и нет. Вот. И, наверное, сейчас кого-то могут полететь погоны, кого-то могут наказать за это, за такое, за развал дела. Поэтому, естественно, они просто честь мандира отстаивают. Послушайте, ну это же бесконечный круг. Это даже не сансар, это ерунда какая-то. Они будут футболить это дело сколько угодно времени. Ну, вы понимаете, есть такой принцип, кого-то нужно наказать. Кто-то должен понести наказание за это. Получается, тех заказать не получается, тех невозможно. Есть следователи, есть прокурор. Потому что за каждый день отсидки в СИЗО при оправдании. Сергей, прошу прощения, давайте отпустим Татьяну. Татьяна, благодарим вас за то, что нашли возможность включиться в работу нашей студии. Татьяна Герасимова, член группы 2 мая, была у нас на телефонной связи. Пожалуйста, Сергей. Есть люди, которые сидели в СИЗО долго. Пять человек сидело больше полугода, пять человек сидело три с половиной года. За каждый день нахождения в СИЗО Европейский суд по жалобе на несправедливое правосудие присуждает практика общая 88 евро. А жалобы, собственно, были? Будут. Приговор оправдательный появился, были жалобы уже по ходу, были решения... Ну, от Должникова и Мефедора, да, по-моему, были жалобы? Там несколько жалоб, по-моему, было. Были заключения консультативной группы Совета Европы, на которой прислушиваются СПЧ, о том, что есть претензии. И сейчас каждый из тех, кто сидел пять лет, могут получить так три с половиной года по сто долларов. Ну, где-то под сто тысяч долларов они могут получить каждый. От государства Украины? Да, не совсем государства. Больше тысячи дней они сидели, да, где-то сто тысяч долларов они могут получить каждый. То есть это полмиллиона только по этим, а еще где-то там тысяч сто по всем остальным. Здесь будет, это прокуратура рассчитывается? Кто рассчитывается? Рассчитывается бюджет. То есть это будет ущерб, нанесенный государству. Бокуратура говорит, извините, не получилось, да? Особо крупных размеров. Нет, тут уже это не получится. Это либо халатность, либо умышленное бездействие. А то есть должен быть кто-то теперь уже из системы наказан. А кто угодно, главное кого-то наказать. Мы всегда много лет и на двоих, и каждому особенности. Мы никогда не видели, чтобы из системы кого-то наказывали. Спасибо, что вы меня исключили из круга тех, кому много лет. Ну, ситуация такая, что когда встает вопрос, кто я или не я, решат, что сделать все, чтобы это был кто-то другой. Поэтому здесь я не исключаю того, что тут идет не забота о чести мундира, а просто о собственной свободе и собственном сроке. Печальная, конечно, ситуация, но маем это еще маем. Ну, Татьяна говорит о том, что дела нет. Дела нет, безусловно. И то, что дела нет, нам это было очевидно в момент передачи в суд. Но дела нет, потому что плохо расследовали, или эти люди действительно невиновны? Скажем так, из того расследования, которое проводили вы и гражданские активисты в ЦРА. Когда прокуратура передает 31 том макулатуры в суд, и мы об этом писали в январе 2015 года, трудно сказать, виновны или невиновны в уголовном порядке. Что касается ответственности моральной и прочего, нам все это понятно, все это ясно. Многие из этих людей действительно делали вещи, которые привели к тому, что случилось. Но одно дело моральное ответственность, а другое дело уголовное. Сереж, ну на видео мы же видели и Долженкова, и Мефедова, где они были в толпе этих людей. Ну, осталось только доказать, что это видео снято в тот день, снято именно тогда, и что на видео именно они... Но бежать это так трудно сделать? При желании нет. При желании и умении. Не было либо одного, либо другого, либо и того, и другого вместе. Вот это самый главный вопрос, который нас сейчас беспокоит. Потому что мы видели, как работали следователи после передачи дела в Одессу. То есть когда уже... Тогда Пантелеев восклавлял его следствие. Да, да, да. Уже дело было в суде, расследовали совсем другие эпизоды. Но там работали люди грамотно, потому что не умели и хотели... Почему забрали? Забрали, потому что... Передали в январе 16-го года, потому что МВД развалило дело полностью. И стало понятно, что они полтора года занимались непонятно... Два с половиной года занимались непонятно чем. Два года. И поэтому, ну что, держать у себя горящее дело, которое все больше и больше начинает в бомбу превращаться. Давайте скинем на того, кто не может отказаться. И передали в Одессу. По месту совершения преступления. Я удивляюсь, почему вообще в Приморский райотдел не передали. В конце концов. Ну а что, в Приморском уже это было? В Приморском. И там люди поняли, что да, надо работать, потому что до пенсии не отсидишься. И все равно, рано или поздно, придется за это отвечать. И как сотрудник, и как гражданин в конце концов. Но что касается пенсии, то у меня как раз говорили, что некоторые люди, которые начинали это дело, уже давно на заслуженном отдыхе. Два начальника следственной оперативной группы уже до пенсии. Они добились своего. Слушай, ну из всего того, о чем мы говорим, получается, что не будут наказаны виновные. Ни в эпизоде на греческой, ни в эпизоде на Куликовом поле. На эпизоде на Куликовом поле продолжается расследование. Тут пока рано говорить. И там, в общем-то, обстоятельства выяснены по ключевым моментам. Скажем, кто дал команду захватить Дом профсоюза, кто возглавил этот процесс, следствие ответа на эти вопросы уже имеет. И там следствие все еще продолжается. А вот по греческой площади, ну в данном случае, вот по тем обстоятельствам, которые были, под названием массовые беспорядки, точка уже фактически поставлена. Остается вопрос по другим составам, по сепаратизму в частности. Это идет процесс параллельно, и я вижу совершенно другое отношение следствия к тому делу. То есть, следователи... То есть, дело, по которому были вновь задержаны Мефедов и Дложенков. Да, следователи СБУ, полиции и прокуроры увидели, чем закончилось для их коллег халатное или небрежное отношение к этому. И они же понимают, что здесь или работать, или придется в лучшем случае увольняться, а в лучшем, возможно, чего потерять. Ну, у подсудимых уже есть претензии к самому задержанию. Безусловно, задержание прошло... И это судом подтверждено, что задержание произошло с нарушениями. Они же могут за это ухватиться. Ну, послушайте, хвататься будут, и, конечно, обязательно. Хвататься будут, но тут уже разделено. Но нарушение при задержании отфиксировано. Из-за него вполне может последовать компенсация тех неудобств, которые были заставлены. А виновность-невиновность – это вопрос, который с этим слабо связан. Как говорил мне один старый следователь, лучше задержать хоть как-нибудь, чем вообще не задержать. Суд зафиксировал, что именно так и произошло в той ситуации. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Сережа, спасибо тебе. Сергей Дебров, журналист, член группы 2 мая, был нашим гостем. Прервемся на несколько минут, после продолжим работу. Оставайтесь на Думской, ТВ им будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова